Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» сегодня стал местом боевых сражений. Здесь прошли показательные выступления пограничников в преддверии их профессионального праздника. Рукопашные бои, выступления кинологов с собаками, историческая реконструкция первых сражений июня 41-го. Что еще увидели гости Дмитрий Боярович? Привычный военный пейзаж исторического комплекса сегодня в буквальном смысле граничил с праздником. Обладатели зеленых беретов пели военные песни, сражались в рукопашную, давали мастер-классы по охране границы. И все это на глазах у публики. Показывать все, на что способны, пограничникам помогали служебные собаки. Всего в подразделениях более десятка пород. В основном овчарки у четырехногих помощников на счету около сотни задержаний нарушителей границы. Собака, вы сейчас это увидите. Вот, все, болевой шок. Нарушитель задержан. Любое задержание нарушителей необходимо работать по следу. Данная собака может брать след до 18-20 часов. Поэтому без собаки не обойдешься. После выступлений кинологов и музыкантов, линия Сталина превратилась в линию огня. Пограничники воссоздали сражение первого военного рассвета. У наших винтовки Мосина, у немцев танки. На все про все ушло по две тысячи патронов. Правда, холостых. Сейчас за моей спиной происходит инсценировка военных действий. 22 июня 1941 года. Приграничная застава сдерживает натиск немецко-фашистских захватчиков. Вон оттуда с запада наступают немцы на мотоциклах и бронетехнике. С двух сторон. От наших и от немцев по 20 солдат. К слову, абсолютно все. Одежда, форма и техника, как тогда, в первый день войны. Постарались, насколько это более реально, детально показать, воспроизвести вот эту обстановку всю. Весь трагизм вот этих первых, самых тяжелых дней начала Великой Отечественной войны. Вот. Ну, как получилось, так получилось. Пускай судят об этом зрители. Зрители, кстати, такому спектаклю в исполнении «Стражи границ» были безгранично рады. Впрочем, кого-то историческая достоверность напугала. Я как раз, когда взрывали, была внизу в бункерах. Очень было страшно. Ну, а кто-то итогом боя остался раздосадован. Плохо получилось, что русские не выиграли. Но все равно за ними стоит победа. Так получилось. Впрочем, вкус победы каждый желающий мог ощутить, если не в инсценированном бою, так на полевой кухне. Меню здесь шутят пограничники, как в ресторане. Хлеб, чай, тушенка и, конечно, каша. Каша приготовлена по рецепту с времен Отечественной войны. Дедушка прислал рецепт, и мы сделали. К слову, попробовать кашу и посмотреть на защитников рубежей приезжали из разных уголков страны. Вы на экскурсив сюда приехали, да? Да. Откуда вы приехали? Мы в Солигорск. В Солигорск? Да. Первый раз на линии станет? Да. Знаете, кто такие пограничники? Да. Обладателей зеленых беретов поздравлять будут в понедельник. Специальную праздничную программу традиционно подготовили во всех близких границах городах. Ведь, как известно, бывших пограничников не бывает. Дмитрий Байрович и Дмитрий Лойко, телекомпания СТВ.